Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Сегодня мы поднимем тему безопасности, которая в контексте последних вирусных атак становится как никогда актуальной. Безопасности мало не бывает, но и много ее тоже не может быть, поскольку последний рубеж безопасности — это отключить интернет, выбросить компьютер и заварить дверь. И если вы не готовы идти на крайние меры, значит вас все равно рано или поздно могут взломать. А значит, если вирус нельзя предотвратить, нужно сделать все возможное, чтобы после него можно было легко восстановиться. А это значит бэкап и синхронизация файлов в облако. Сегодня мы поговорим о втором. По мере рассказов о синхронизации вы поймете, зачем это нужно и как может вам помочь. Сначала выбираем облако. Я советую мега, поскольку там бесплатных 50 гигабайт, шифрование данных, причем сквозное шифрование, и выглядит она красиво. Начинается все стандартно с регистрации. Генерируем пароль, что-нибудь посложнее. Храните пароль в надежном месте, я храню в LastPass. Далее стандартно заходим в почту, подтверждаем аккаунт. Выбираем тип учетной записи. Бесплатно. И вот такая перед нами красота. Все понятно, все по-русски. Не буду рассказывать про настройки файлообменника и принципы работы. У нас другая задача — настроить синхронизацию. А для этого мы идем вот сюда. Приложение. Приложение синхронизации. Загрузить бесплатно для Windows, если у вас Windows. Тут еще есть MacOS и Linux. Загружаем. Устанавливаем. Учетную запись мы уже создали, значит вход. Почта, пароль. Выбираем выборочную синхронизацию и выбираем папку на компьютере, которую хотим синхронизировать. Два слова о выборе папки. Вообще вы можете выбрать любую папку и следить самостоятельно за ее наполнением. Но если говорить о Windows, то на компьютере есть системная папка, которая создается при установке Windows. Она располагается в папке users или пользователь, если по-русски. И содержит не только классические папки типа мои документы или мои фотографии, куда обычно пользователи сохраняют все насущное, но и скрытые папки, где лежат профайлы, настройки программ, cookies и временные файлы автосохранения и так далее. То есть большая часть того, чем живет компьютер в данный момент времени. Поэтому, соответственно, если вас ломают или у вас неожиданно умирает жесткий диск или кошка мягкой лапкой нажимает на Delete, ситуация, конечно, неприятная, но для вас она не смертельная. Вы переустанавливаете систему, переустанавливаете программы, скачиваете с облака содержимое папки users и, в принципе, возвращаетесь к точке, предшествовавшей краху. Конечно, будут потери, где-то будет дисконнект, кто-то что-то не поймет, но большая часть будет восстановлена. Так, ну а мы выбираем папку. Выбираем папку в облаке. Давайте назовем ее так же, как зовут пользователи. Нажимаем вперед и готово. Все, синхронизация пошла. Сколько времени это займет, зависит от скорости интернета и объема папки. Можете заранее немного почистить, удалить все ненужное. Обычно в даунлоат сваляется куча мусора, можно почистить темп. Adobe, если вы им пользуетесь, оставляет много хвостов. Тут уж все зависит от степени вашей компьютерной грамотности. Просто помните, что у вас всего 50 гигабайт. У меня папка пользователя на момент синхронизации была объемом в 20 гигабайт. Синхронизация заняла часов 8-10. Но закончилось все хорошо. Теперь на облаке появилась папка dober, где лежат все файлы с моей локальной машины, включая скрытые. И все изменения на компьютере будут автоматически менять содержимое этой папки в облаке. Ну, с небольшой задержкой. То есть если я сейчас создам txt файл в папке мои документы, то через пару минут он появится и в облаке. И если я удалю этот файл в облаке, то через пару минут он удалится и на моем компьютере. Если вас еще ни разу не ломали и вы ничего не боитесь, все равно осознание того, что все, что нажито непосильным трудом под надежной охраной лежит где-то на облаке, добавит вам спокойствие. Все, любите друг друга, храните фотографии любимых на облаке. Подписывайтесь на канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у теплицы социальных технологий.